Эфирная теория относительности. Ну, в своё время я столкнулся с проблемой, то, что когда мы излагаем физику нашим, так сказать, детям, возникает масса проблем. Никто не понимает, что это такое. Когда я обратился, так сказать, к нашей науке, там было такое выражение, что теорию относительности понимают только два человека. Это тот, кто её написал, ну и Бог. Ну, насчёт Бога я, конечно, согласен. Счёт того, что тот, кто её написал, тоже её понимает. У меня тут вот большие проблемы. Ну, здесь вот... Поддержка. Ну, здесь вот есть я опубликовал книгу «Фундаментальная физика», где, если кто будет желание ознакомиться, более расширенно рассмотрено представление того материала, который я буду излагать. Вот здесь формулы, которые, так сказать, наиболее общие, чтобы было понятно, о чём я буду говорить. Ну, эта формула заключается в чём? Я думаю, что, исследуя математическими способами, ну, тут я всё... Исследуя математическими способами, так сказать, вот, теорию относительности, получилось, перейдя от скорости к импульсу скорости, получилось странное, так сказать, выражение, которое надо было как-то осмыслить. Получалось, что ни одно тело нельзя разогнать большей массой чёрной дыры. Это математически чисто, так сказать, вот математика. Тут, как говорится, всё строго, логично. И получилась вот такая формула. Что это означает? Что если, допустим, у вас есть вот кулак... Вы берёте для этого кулака, рассчитываете массу, при которой он превращается в чёрную дыру. Ну, это... Рассчитываете энергию, которой необходимо, чтобы, так сказать, свет покинул данный кулак. Ну, рассчитываете, так сказать, энергию, которой необходимо, чтобы тело покинуло, так сказать, данный кулак, ну, свет. И какой должна быть масса кулака, и это будет чёрная дыра. Вот здесь вот эта вот, видите, формула, показана здесь, в дополнение к теории относительности, вот здесь масса чёрной дыры. И утверждается, что ни одно тело нельзя разогнать больше массы чёрной дыры по отношению к скорости света. То есть, когда вы... Обычно говорится, скорость света предел. Неправда. Большей скорости массы чёрной дыры вы тело не разгоните. Почему? Потому что вот здесь, видите, появилась относительность массы, относительность длины, относительность времени, и получилась ещё относительность заряда выскочила. Оказывается, что заряд тоже относительный. Относительный чего? Относительный массы. То есть, когда вы будете приближаться к массе чёрной дыры, вот разгоняя какое-то тело, вы же разгоняете... Вы же за что разгоняете? За заряд. Вот у вас волосы, за волосы берут вас и тянут. Вот это вот заряд. Но когда вы будете приближаться к массе черной дыры, ваш заряд будет что? Лысеть Поэтому вы не разгоните больше массы черной дыры До света там еще бежать и бежать Тут, так сказать, отдельная часть Поэтому вот эта упрощенная формула, видите, вот М черной дыры А здесь вот это что? МВ Это обычная классическая формула М нулевое разделить на корень единицы минус ВС квадрат То есть когда вы будете разгонять тело Вот это отношение, величина, она будет маленькая И маленькая она будет до тех пор, пока вот эта масса, до которой вы разгоняете Не будет приближаться к массе черной дыры Тогда вот эта составляющая загнет вашу кривую вниз И там, вот когда вы рисуете график, масса приближается к бесконечности, правильно? Ничего подобного Когда она приближается к массе черной дыры, произойдет вот такой загиб ее Вот эта формула получилась Это чисто математически Если есть какое-то желание, мы здесь себе покажу Свои выкладки, они в книге показаны Это чистая математика Дальше, так сказать Здесь видите вот формула Единица МС квадрат И дальше равняется момент на угловую скорость в квадрате То есть это вот знак водоворота То есть фактически говорится, что Вот та материя, которую мы видим Это всего лишь водовороты, в которых электромагнитная волна Закручена в определенную упаковку Дальше, так сказать, здесь из теории следует такое Видите, что, ну вот классический закон для заряда Один заряд, он нужен на второй и пропорционально квадрату расстояния Здесь он умножается еще на синус и функция φ То есть мы говорим, что заряд Это растянутый хвостик электрона Который не свернут водоворотом То есть вот эта составляющая синус появляется Но когда мы измеряем на близком расстоянии Скорость света 10 в 3 Мы получаем классический закон Но на самом деле На большом расстоянии, если будем замерять То, ну, вот Выскочила еще вот эта составляющая Я буду доказывать, что это так Действительно Что не заряд на заряд, а просто взаимодействует Еще вот эта составляющая синус И третье, вот гравитация Ну вот с гравитацией тут получилось так Что Гравитация Что гравитация, скорее всего Вот в некоторых работах Вот Отсюковский Он ввел ограничения на гравитацию Он использует, ну, как эфир В эфиродинамике Он понимает, что вихрь, он имеет ограничения То есть там такой пограничный слой И он ввел ограничения Сначала он ввел ограничения вот такое Ну, сказал, так сказать В радиотехнике, так говорится, наложить окно Ну, что здесь единица А вот дальше оно уже не будет тянуть А потом ввел К Ньютоновскому На Е в степени И тут, так сказать, этот самый То есть он ввел вот это То есть Каким-то образом, так сказать Вот люди, которые стоят на позиции эфиродинамики Они понимают, что Ну, что-то не так с законом гравитации Какой-то он, ну, вот что-то не то Понимаете, так сказать И я говорю, что, скорее всего, возможно Мы имеем дело с нормальным законом гравитации Который мы ошибочно Приняли за квадратурный Из-за того, что Ну, просто попали в зону совпадения Вот здесь Тот же закон гравитации Описан по-другому Видите, так сказать Дельта Р квадрат Это ограничение То есть Мы говорим Вот классическая теория говорит Что мы сжимаем до бесконечности Вранье Не сожмут они до бесконечности Есть определенное ограничение Ну, и второе Когда вот здесь Р, видите Добавляется еще ФР Вот смотрите Как происходит дело Чтобы я популярно так объясняю Вот Проблема физики Когда вы читаете Вот студентам, допустим, лекцию И говорите Что гравитация Изменяется пропорционально Квадрату расстояния Они говорят Да, поняли Ну, почему изменяется То есть в чем причина Ну, обычно говорят Ну, так Ньютон сказал И все Всем лежать, упасть, бояться Или же только вот В теории Ацюковского Там он говорит так Что гравитация Это изменение градиента Температуры Что это означает? Если у вас есть лодка Правильно? А температура Это скорость Вот с одной стороны Ударили по лодке Со скоростью 100 километров Ну, 100 метров в секунду Правильно? Ну, температура Это скорость А с другой 10 метров В какую сторону В какую сторону пойдет лодка? Ну, туда, куда Где ее 100 ударили А здесь 10 Правильно? Пойдет туда И только когда Вот так людям объясняешь Только тогда они понимают Принцип Что это такое Потому что мы говорим Гравитация Вот такой закон Ну, а почему? Никто же не говорит Почему? Или же только эфирная теория Потому что почему Эфирная теория Как говорится Без эфира Как без воды И не туды И не сюды Потому что по-другому Ну, никак не объяснить На современном уровне Есть, так сказать Три вида Объяснения Теории относительности Это классическая Без эфирная Это вот Казанский институт Там они, так сказать Чистая математика Вторая Это многомерный способ Объяснения Вот квантовые теории Все, они многомерные То есть он сейчас многомерный Ну, допустим Происходит Произошло какое-то действие Вот в эту дверь Бежал слоник И произвел это действие Откуда он убежал? А из другого измерения Из шестого Потом убежала обезьянка Откуда она убежала? А из восьмого измерения И вот они спорят Из какого измерения Так сказать Вот оказалось воздействие Извините С помощью такой Шахермахерства Можно объяснить что угодно Мы говорим Почему вы не поймаете Этого слоника? А они успевают Он убегает куда? В другое измерение Правильно? Вот здесь сейчас появился Объект какой-то Он из другого измерения Сейчас довели этих измерений Одиннадцать, двенадцать Сейчас тридцать шесть Понимаете? Уже Мне кажется это неправильно Эти вещи выворачивают мозги Вот когда я объяснял Вот с помощью температурной Температурного градиента Было понятно Ну по крайней мере Так сказать Вот Физически Понятно Я вот Гравитацию Своей теории Я использую Понятие плотности Что такое плотность? Это когда вот опять стоит Та же лодка Ну здесь Ее ударили Сто человек Правильно? А здесь Меньше плотность Правильно? Десять человек Куда начнет двигаться лодка? Там где десять Ну вот канаты Когда перетягивают Правильно? Там людей больше А здесь меньше И тоже Когда вот так объясняешь Становится все понятно Понимаете? С канатом не так Что? С канатом не так Ну по лодке Даже с канатом не так А уж Я почему Стараюсь вот своих Так сказать Лекциях Объяснять Как можно проще Потому что Когда читаются лекции Ну выходит студент Он ничего не понял Вы хоть сами понимаете Так сказать У студента У преподавателя А он говорит то Что в книжке Правильно? Наше образование Современное как? Давайте я вам прочитаю Давайте я вам прочитаю Книгу И расскажу вам ее За хорошие деньги Вот современное образование Так сказать В чем кроется А тут же Так сказать Суть Надо дать Допустим Заряд Я там дальше покажу Что это такое Ну вот формулы Для массы и времени Это расширенные Это правильные формулы Там я Просто для простоты Беру массу черной дыры А здесь Учитывается развитие То есть По мере того Как тело растет Масса его растет То есть Масса растет И для того Чтобы покинуть Так сказать Свету Ну надо затрачивать Определенную энергию И здесь вот это учитывается Это более точная форму Для массы И времени Вот здесь тоже Более точная формула Для заряда И длины А вот графики Ну давайте посмотрим Что нам дала Математика Вот графики Видите Так сказать Вот тело растет Растет И дальше нам говорят Оно будет уходить Куда? В бесконечность Неправда Не будет оно Уходить в бесконечность Как только Оно достигнет Массы черной дыры Вы дальше Тело не разгоните Заряд будет Лысый За что Гнать будете Понимаете? Поэтому Вот это ограничение Которое вот И отсюда Вытекают Все последующие Формулы Оно видите Вот падает Возникает Вот такой Как сиг Такой Как выскачок Потому что падает Оно быстро Ну вот такая вот Формула Дельта сиг Следующая вот Введя ограничение На массу Мы получили График распределения Длины Вот видите Длина как бы Увеличивается До бесконечности То есть Мы говорим Сжимается Сжимается А когда подходит К черной дыре Она вдруг Бац И начинает Увеличиваться То есть Происходит такое Ощущение Как нос У пиноккила Он растет Как бы вот она То есть Из круга Превращается Такую в длинную Указательную палку И Ну и С временем Вот заряд Распределение заряда Видите тоже Когда Подходит к массе Черной дыре Заряд падает То есть К дополнению К скорости К ограничению Относительно Массы Длина И время Дополнительно Относительно Заряда Черная дыра Не имеет заряда Она не может Его иметь Потому что Ни одно тело Не может покинуть Что? Свет Электромагнит Ну заряд Это электромагнитное Излучение Поэтому как Как оно может Сказать Не заряд Давайте Да Я согласен Но Я попытаюсь Показать Что в принципе Как бы Мы имеем дело С одним и тем же явлением Ну в общем Когда вот будет Вот это Вы разгоните Надо будет менять Как бы Заряд в пространстве А так как Тело становится черным Ну как бы Черной дырой Он Не даст Изменяться Вокруг себя заряда В общем заряд относительный Проще говоря Вот так вот Следующая Вот показаны графики Ну вот Видите Вот первые графики Это классические формулы Вот как меняется заряд Вот смотрите Вот заряд меняется Вот так Вот так Вот так Сжимается Но если вы возьмете Интеграл По вот этой сфере То он Заряд здесь будет Видите Постоянен Он просто вот так Сжимается Он меняет форму Ну как Шарик Мы сжимаем И Ну когда вы берете Интеграл Допустим 10 Линий заряда То они будут и так Сжиматься Вот так и так Но когда они будут приближаться к массе чёрной дыры, этот заряд начнёт вот так загибаться. И когда мы возьмём опять интернал по сфере, он уже не будет 10, он будет 9, 8, 6, 5 и так далее. То есть заряд будет изменяться. При этом будет происходить излучение. Должно, по теории, происходить излучение. Почему? Массаж падает, правильно? Ну, как Томпсоновское излучение. И при этом происходит излучение. Вот здесь. Или вот как по теории, это вот так. Вот-вот-вот, а тут он поворачивается, и мы видим, что тоже заряд изменяется. Ещё раз хочу сказать, что, к сожалению, здесь пока идёт чистая математика, потому что, ну, как классическая. Вот здесь тоже показано измерение заряда. Вот когда заряд, ну, здесь более расширенно показано, когда заряд подходит к массе чёрной дыры, он начнёт вот так вот загибаться. И количество заряда, взятое по сфере, будет тоже изменяться. Хотя здесь меняется расположение заряда, то есть стрелочек. То есть они были вот так, а когда вы приближаете, они тут как шарик, когда сжимаются, они уходят туда, сюда меньше. Да, пространственное расположение меняется, а вот, так сказать, это остаётся тем же самым, количество движения. Возникла потребность как-то всё это объяснить. Потому что, так сказать, ну, математика математикой, но я же говорю, выворачивать мозги студентам тоже нехорошо. То есть нужно как-то понимание. А понимание в этом смысле, ну, если вы откроете учебник, там нету. Нужно давать какие-то примеры простые и понятные. Более-менее вот понятный пример, когда мы, допустим, интерференцию проходим, ну, так сказать, мы берём, так сказать, берём что? Всё, водный опыт, правильно? И говорим, вот посмотрите, как на воде, точно так и получается со светом. И мы говорим, что эти процессы подобные, не одинаковые, но подобные, потому что там на плоскости, а там в объёме, так-то и так-то. Но мы имеем схожесть процессов. И тогда люди что? Хорошо понимают. С теорией относительности, вот с гравитацией абсолютно не так. Там пишется так, потому что так, и всё. Со временем тоже, так сказать, полная ерунда. Там, я же говорю, вот многомерные, выводится чёртое измерение. И я понимаю, когда это как математический трюк. Вот я, допустим, имею высоту, длину, ширину. Это трёхмерные, правильно? Ну, кроме этого, я ещё массу имею в виду, так сказать, свесоглаз, так сказать, ширину. Но это, извините, это же не многомерность. Это совсем другая, как бы, другие вещи. А их представляют как многомерные, понимаете? И в результате вот возникает вот такая путаница. Если мы посмотрим, вот часики у нас есть. Вот часики измеряются в воздухе и в воде. Как вы думаете, они показывают одинаковое времени или разное? Разное, конечно, почему? А там плотность другая. Вы можете взять любые часы, поместить их вот так, а вторые такие же дубликаты, встунуть в воду. Ну, все сейчас нельзя встунуть в воду, потому что они электронные. Но вы можете встунуть в воду только маятник сам. И вы посмотрите, что часы будут идти что? Медленнее. Да. Что такое время? Это соразмерность процессов. Это когда мы берём один частотный процесс и соизмеряем его с другим частотным процессом. И всё. Понимаете? Философское понятие. То есть мы берём часы колебания и сравним, сколько колебаний, допустим, в другом колебании. Ну, в сутках. Это же тоже колебательный процесс. То есть мы сравним один колебательный процесс с помощью другого колебательного процесса. Второй. Я потом объясню, так сказать, всё, дайте я изложу, чтобы как бы возникла целостность, как сказать, понимания. Иначе я, так сказать, собью и другие могут не понять. Теперь мы берём цилиндр, правильно? И начинаем его сжимать. Мы знаем, что в цилиндре, допустим, доходится воздух. И мы его можем сжать до какого состояния? До жидкостного, правильно? По мере изменения плотности будет изменяться что? Время в этом цилиндре. Отзывание какое? Агиопатическое? Нет. Если сейчас, понимаете, если мы начнём сжимать просто обычный воздух, там будет выпадать, так сказать, ну, вода. И в результате будет нарушаться, там надо подбирать смесь газов специально. Я там вот в книге своей указываю, как вот этот эксперимент проводить, чтобы оно было понятно. Самый простой эксперимент, вот чтобы понять, как происходить, это вот, знаете, эксперимент с поплавком, с водолазом. Когда в бутылку водолазик опускается, и, меняя вот давление, он меняет свою высоту. То есть, изменяя давление, плотность как бы своеобразную, мы меняем высоту. Точно так и здесь можно менять. Очень хорошо это получается, допустим, со звуковыми часами. Когда вы, ну, в таком плотность одна, а звуковые часы, они, допустим, используют вот, ну, вибрацию. Можно просто взять часы. Да, да. В общем, тут понятно. Одним словом, когда, так сказать, вот так будем плотность менять, будет меняться и время. То есть, с изменением объема меняется плотность, а с изменением плотности меняется что? Время. И тут, как бы, понятие время становится очевидным. Допустим, говорят, ну, а как это понять, что такое время? Ну, очень просто. Возьми, пробежи 100 метров на свежем воздухе, и потом пробежи 100 метров в воде. Ты еще медленнее пробежишь? Конечно, медленнее. А что? А плотность другая, понимаете? Вот в чем дело. Если вы захотите даже, чтобы затратить одинаковую энергию, то вам в воде надо бежать не сильно, ну, так, чтобы устать одинаково, а медленнее. Только если вы побежите быстрее, вот это самое. То есть, вы будете, вот можете понять ощущение времени, ну, как соразмерность процессов. Вот здесь можно, приводится парадокс близнецов. Почему тот, который улетел, постарел, ну, остался, не постарел, а тот, который остался, постарел? Да очень просто. Там длина что изменилась, плотность внутри что изменилась, время внутри что изменилось. И все, и все становится просто, как апельсин, понимаете? Без вот этих вот дурий, которые вот сейчас есть в современной, так сказать, физике, которая, ну, я не знаю, ну, я же говорю. Я говорю, я когда вот читаю тут лекции другие, так сказать, вот преподаватели, я потом посажу и спрашиваю, вы что-то поняли? Я говорю, ничего не понял. А он хоть сам понимает, что он говорит, понимаете? Он говорит, нет, потому что вот математика так говорит, понимаете? Когда вот так объясняешь, когда говоришь, что изменяется плотность, а коль плотность изменилась, изменилось время, правильно, частики там медленнее будут идти. И они говорят, так это же, как говорится, все просто. Это как, я говорю, гравитация, когда объясняешь ее с помощью, вот теории Отсюковского, температурный градиент. Ну, с одной стороны, температура бьет больше, с другой меньше, ну, и тело сдвигается. Я объясняю это плотностью. Ну, тут можно спорить, кто прав, кто виноват. Я считаю, что моя, как бы мой подход лучше, но это потому что мое. Вот как Клюшин сказал, что, так сказать, ну, против своего трудно, как бы, вот, критиковать. Вот, ну, по крайней мере, это дает зрительную картинку. Ну, вот здесь как раз показана схожесть эксперимента. Вот мы, так сказать, пускаем волну, получаем интерферационную картину, и тоже такое получаем со светом. И мы говорим, что эти процессы не одинаковые, они схожи, схожесть. Вот так и здесь мы берем, видите, вот тут цилиндрит, меняем плотность, и видим, что меняется время. И мы говорим, что эти процессы тоже схожи. А почему бы взять и эти процессы не применить? Следующая картинка. Ну, вот мы видим, так сказать, вот в теории относительности, говорят, что системы одинаковые. Вот, допустим, вот пружинка, правильно? Она оттолкнула ракету со скоростью, допустим, там 100 тысяч километров в час. Но Землю она оттолкнулась нажатку, да? Не 100 тысяч километров в час, правильно? А со скоростью 1 метр. Как же они могут быть одинаковые? Ну, дурь полная. Я считаю, ну, это неправильно, как бы. Поэтому, когда вот этот цилиндрик, который пошел со скоростью 100 километров, он начнет сжиматься. Плотность там то, что будет меняться. Время там будет что? Замедляться. А если я остановлюсь на Земле, то мой цилиндрик как бы в воде своеобразной, ну, в эфире, пошел со скоростью с какой? 1 метр. И же сожмется он там чуть-чуть. Видите, вот так. И плотность не поменяется. Вот простая, обыкновенная причина объяснения парадокс близнеца. Там в теории объясняется что-то при торможении. Ну, конечно, можно так. Теорию надо как-то объяснять, поэтому они так и объясняют. Хотя самый правильный способ объяснения, это самый простой способ объяснения. А вот если, допустим, вот эти шарики в разную сторону полечит, и тот со скоростью разойдется в 100 тысяч километров в секунду, и тот в 100 тысяч километров в секунду, то тут плотность будет одинакова, и вернутся они назад. И как бы ни тот не постареет, ни тот не постареет. Поэтому, когда говоришь, что система инерциальных отсчетов одинаковая, ракета, которая улетела с Земли, и мы, которые остались здесь, с точки зрения эфирной теории, ну, это бред полный. Понимаете? Это то же самое, что я в воде, вот возьму такой цилиндрик, пошлю его со скоростью одной большой и меньшей, тут он сожмется сильно, а здесь не сожмется. И времени в этих цилиндриках будет разное. Второй подход, который вот, ну, вот как, допустим, скорость, ну, классический, допустим, как изменяется, ну, вот когда делали преобразование Лоренца, там складывали скорости. Берется скорость лодки, вот видите, скорость человека и скорость поезда. И да, здесь действительно происходит сложение. Но если вот человек будет бежать и бежать с рупором, то разве может произойти сложение скорости звука и скорости человека? Такого не произойдет. Доплер, да, произойдет смещение по доплеру, но сложение скоростей здесь не произойдет. Вот, поэтому тоже очень, ну, сложный, неоднозначный подход к этому вопросу, к эксперименту. Ну, здесь вот показана, так сказать, эфирная теория. Уже время, да? Сколько у меня еще? Две минуты? Ну, еще пару минуток у вас есть, еще, может, вопросы будут. Пару минуток. Ну, вот, так сказать, вот здесь показано, давайте тогда уже классический опыт, так сказать. Вот, смотрите, что происходит. Когда вы, допустим, вот едете на лодке, правильно, вы берете удочку, закинули удочку, правильно, и начинаете ускоряться. Вы видите, удочка у вас что? Загибается. И вам кажется, что масса там что? Возросла. На самом деле вот ничего не возросло. Там как был вот такой крючочек-поплавок, так и остался, ну, грузик. Потом растет, 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 он уже вот так движется. Потом, наступая при определенной скорости, вдруг удочка берет, и что? И выпрямляется. Потому что вот этот поплавочек, ну, не поплавок, а грузило, который, оно берет и становится вот так ровным. И вам кажется, что произошла потеря массы. Вы сбрасываете скорость, и опять раз, загибается. То есть мы видим схожий эксперимент. Вот такой. И учитывается вязкость среды. Ну, эфир – это сверхтекущая среда. Я просто говорил о том... Давайте дадим завершить доклад. Доклад человеку. То есть мы видим вот такой вот аналогичный вот, ну, как бы, эффект. Потому что мы говорим, вот масса увеличивается, 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 потом раз – и уменьшилось. Правильно? А почему? Мы берем шарик, правильно? Берем шарик, вот он идет, он увеличит, увеличит. А теперь, если шарик вместо того, чтобы дальше станется плоским, берет и начинает что? Как у нас у пинопила – выдвигаться. Тогда сопротивление падает с ряды. И масса что? Падает. Вот это как раз и объясняется. Спасибо. К сожалению, на вопрос не осталось времени. Спасибо за внимание. Если кто-то заинтересуется, я отвечу с удовольствием. Я просто хочу сказать, что по аналогии с известным опытом Рёдера, как первая, впервые скорость света была, кем? Олов. Рёмер. Так вот, по этой же аналогии была сделана в одностороннем порядке замерена разность между землей убегающей, по этой схеме, я не буду ее точно, и землей набегающей на скорость света. Сделано это было не где-нибудь, а в институте Тринидада и Табага. Я немного ошалел от названия, и с юмором подошел к человеку, такой симпатичный негр, профессор оттуда, говорю, у вас, видимо, очень хорошая аппаратура, что вы так это самое. Он не понял юмора и совершенно твердо сказал, что да, просто вот в Гарварде у них слабее аппаратура. Значит, и потом они боятся этого факта. Значит, они просили меня, значит, поучаствовать в этом эксперименте. А, значит, конечно, С плюс В. В одну сторону плюс, в другую минус. То есть, сложения скоростей при одностороннем этом самом нету. Ну, к Тринидаду и Табага просто образованные люди сказали, что это нефтяная страна. Я-то про нее знал, что там остров Робинзона Круза где-то был рядом с Тринидадом. Ну, остров Робинзона в Тихом Акере они были. Нет, там Ореноко продолжение. Ладно, не будем насчет Робинзона Круза. Значит, просто это одна из богатейших нефтяных стран. Там богатейший университет мира. Кстати говоря, государственный язык английский. Это уж чтобы как бы Тринидад и Табага вас не смущал. Так вот, с благословения профессоров Гарварда, значит, показано, что складывается скорость света. По крайней мере, такой эксперимент заявлен и утверждается. Это все к проблемам теории относительности.